Здравствуйте, я Сомарев Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети МГТУ имени Баумна. Это курс языки интернет-программирования. И на сегодня мы рассмотрим 12-ю лекцию, посвященную хранению данных, объектно-реалитационной модели, объектно-реалитационному преобразованию и моделям Rails с точки зрения Rails. Прежде всего, хотелось бы начать с терминологии. Очень часто используют термин SUBD, BD используют неправильно. Что такое BD? BD — это сокращение базы данных. И, как правило, это относится именно к тем данным, которые хранятся в какой-то базе и ни к чему другому. Если же мы говорим о SUBD, то SUBD — это система управления базами данных, и включает она в себя следующие компоненты. Поскольку она является системой, то в состав нее входит сервер базы данных, клиент базы данных, библиотеки доступа к серверу базы данных и средства для обслуживания, собственно, базы данных. И только в том случае, если мы имеем полный этот перечень средств, мы можем говорить о том, что у нас есть SUBD. Но в ряде случаев, конечно, у нас может не быть сервера или клиента, у нас может быть в том числе и бессерверная SUBD. По моделям данных SUBD различают реляционные, различают объектные и огромное количество нереляционных. Реляционные, ну, прежде всего, о них следует отметить, что это традиционные и наиболее известные, и наиболее широко используемые варианты модели SUBD. Касаемо объектных, основной всплеск популярности для них был примерно во второй половине 90-х годов. То есть идея была в следующем. Реляционные SUBD на тот момент не совсем корректно заняли понятие реляционных, но прежде всего это были SUBD, которые работали с таблицами. В то же время возникла новая идея. Зачем нам, если у нас есть языки программирования, которые поддерживают, во-первых, объектно-ориентированную модель, а во-вторых, в том числе есть и объектные языки типа Ruby, зачем, собственно, раскладывать их данные по таблицам, по ячейкам, если мы можем взять объект как объект и поместить его в базу данных без каких-либо изменений. И было в то время реализовано несколько SUBD, которые как раз этот принцип и пытались реализовать. Проблема заключается в том, что, вообще-то, несмотря на то, что они обеспечивали доступ, обеспечивали скорость доступа к этим объектам целиком, и в ряде случаев они были более удобны, чем реализационные SUBD, возникли проблемы с гибкостью и скоростью. То есть SUBD объектные оказались достаточно специфической вещью, и они не оказались столь универсальными, как это было в отношении реализационных SUBD. Ну и плюс некоторые технологические проблемы, которые привели к тому, что о них сейчас говорят мало. В настоящее время есть много SUBD, которые, в принципе, косвенно можно отнести к разряду объектных, но они называются необъектными. Ну, к примеру, есть MongoDB, который работает с документами, и документы, по большому счету, это объект. Здесь терминологически есть некоторое расхождение, конечно, в том, что считать чистой объектной SUBD, но можно, в общем-то, такие SUBD относить и к объектным. К нереализационным сейчас относят, во-первых, управляемые SQL, но нереализационные по модели хранения, а во-вторых, так называемые NoSQL с UBD. То есть направление NoSQL, это предполагает использование каких-либо языков запросов, отличных от SQL. Ну и вообще-то, опять же, в силу того, что сейчас очень много вопросов связано с маркетингом и модными терминами, то NoSQL могут применять в том числе к SUBD, в которых SQL может в том числе и использоваться. Просто модель хранения нереализационная. Ну и из них тоже огромное количество различных модификаций. Такая классификация, которая представлена здесь, она далеко не полная. Из нового SQL можно выделить иерархические, XML, JSON. Вот как раз к JSON можно отнести и MongoDB, к XML, SUBD. Ну, из известных у нас CEDNA, SUBD. Из иерархических, например, IBM, IMS, которая получила второе рождение после того, как появились технологии XML, и у них появилась возможность положить XML данные, в иерархии. И масса других, как коммерческих, так и некоммерческих, доступных в открытых исходных кодах SUBD. Говоря о реализационной модели, естественно, следует вспомнить о математике. И реализационной модели мы обязаны Эдгару Кодов. С точки зрения математики, что называется отношением? НР-ным отношением R называется подмножество Декартового произведения множеств, D1, Dn, при n больше единицы, и не обязательно различных. А множество D называют доменами. Причем предусмотрены операции объединения, пересечения, вычитания, проекции, Декартового произведения, выборка, соединения, деления. Да и, в общем-то, все. То есть на этом основная часть реализационной модели заканчивается. Как проиллюстрировать? У нас есть отношение 5. То есть R5 это отношение. Отношение с мощностью 5. 5 означает, что у нас есть 5 конкретных записей. У нас есть домены. Домен 1 Иванов, Петров, Сидоров. Домен 2 физика, химия. Домен 3, 3, 4, 5. Что такое с точки зрения реального мира домены? Домены это множество всех возможных значений, которые могут у нас приниматься в этой колонке. Или в этом аргументе. То есть мы видим все фамилии, которые у нас могут присутствовать в нашей базе данных, все предметы, которые у нас могут присутствовать, и все варианты оценок. Кроме того, домен 1 проецируется на колонку под названием фамилия, домен 2 проецируется на колонку под названием предмет, домен 3 проецируется на колонку под названием оценка. Из терминологии у нас есть столбцы, они же поля и атрибуты У нас есть строки, терминологически они называются кортежи И число строк — мощность отношения То есть каждая строка или каждый кортеж — это определенная комбинация из значений, предусмотренных в доменах То есть видим, что никаких других значений здесь быть не может Но те значения, которые здесь присутствуют, это какая-то из этих комбинаций Значит, Декарта его произведения — это все возможные комбинации Какие-либо другие операции, ну это операции или проекции, взять какое-то конкретное значение, учитание и прочее Это прочие математические операции То есть, как видим, по этой модели все достаточно просто Есть отношения, есть домены с возможными значениями, есть кортежи, которые содержат конкретные комбинации из этих доменов Конкретные комбинации значений из этих доменов Причем домены, в принципе, могут быть не только конечные, но и бесконечные, например, числа Ну или условно бесконечные В чем проблема этой революционной модели? Даже не проблема, скорее, а дополнение Дело все в том, что если мы посмотрим на этот слайд, то мы увидим, что несмотря на то, что здесь есть таблица С точки зрения математики нигде не сказано о том, что значением в этом домене должен быть какой-то простой тип А если это так, то возникает вопрос А что мы, собственно, делаем и почему мы называем отношения таблицами? Это было объявлено и, в общем-то, в середине 90-х годов активно этим занимался Дейт заметил, что то, что у нас называется революционной моделью, чаще всего на самом деле не является полноценной революционной моделью А является частным случаем, в рамках которого есть только конкретные атрибуты, конкретные простые атрибуты А по большому счету, с точки зрения математики, нигде не сказано, что модель революционной не может содержать, к примеру, другие отношения в качестве значения атрибутов То есть отношения могут быть вложенными и, по большому счету, эта модель в том числе может описывать даже объектные СУБД То есть мы можем положить целиком объекты внутрь отношения Но здесь я это отступление сделал исключительно для общего развития То есть, по большому счету, для нас это не стоит сейчас важно Обращаю внимание на то, что Дейт издал достаточно много книг И его введение в систему базы данных уже в седьмом или восьмом издании переведено на русский язык Поэтому крайне рекомендую тех, кто глубоко собирается изучать систему баз данных Проектирование баз данных как таковой и проектирование СУБД в целом И в частности, отдельных моделей рекомендую ознакомиться с этой книгой Третий манифест — это как раз та самая книга, в которой и высказывались предположения, что революционная модель — это не таблица Что такое объектно-революционное преобразование, или ORM? Это преобразование объектов из пространства языка программирования, в котором мы работаем, в термины революционной схемы данных То есть в чем основная идея? Зачем нам нужно объектно-революционное преобразование, или ORM? Нужно оно нам для того, чтобы как программист мы могли писать некий код, работать с объектами И при этом не думать, как положить эти объекты в революционную схему данных То есть идея заключается в том, что мы, работая на определенном языке программирования, поддерживающем объектную модель Можем работать полностью в терминах этого языка программирования И не наша проблема разбираться с проецированием его на конкретные данные То есть именно этим и занимается Ruby on Rails в данном случае при помощи библиотеки, которая называется Active Record Что такое Active Record? Active Record — это специальный модуль, который обеспечивает нам возможность создания моделей В рамках которых мы и работаем из Ruby on Rails в приложении, не думая о том, с какой конкретно с OBD мы работаем Надо отметить следующее Когда мы создаем какую-либо сущность, то эта сущность создается в единственном числе Причем это правило достаточно строгое Но класс отображается в таблицу под названием Ну если мы говорим о классе Client, значит отображается в таблицу Clients во множественном числе Каждый объект Active Record, то есть объект, с которым мы работаем с точки зрения Ruby, с точки зрения Rails Это одна строка в таблице Поле ID является первичным ключом Мы можем управлять параметрами, мы можем изменять имена атрибутов, мы можем менять префиксы, суффиксы таблиц Мы можем конфигурировать, надо ли нам переименовывать автоматические таблицы во множественное число Или мы можем без этого обойтись То есть эти вопросы мы можем подправить Для чего это нужно? Это нужно для того, в случае, если мы используем не приложение, созданное с нуля, а приложение, которое уже было кем-то создано То есть есть структура базы данных, и мы хотим его использовать То в этом случае схема может оказаться иной, чем в случае, принятый для Rails И тогда нам может понадобиться действительно переименовать эти префиксы для того, чтобы мы могли подключить эту базу данных Но если мы говорим о приложении, созданном с нуля, то эти параметры обычно не трогают Говоря о работе с данными, надо отметить, что существует принцип, который называется CRUT CREATING, READING, UPDATING, DELEATING То есть создание, чтение, обновление и удаление данных Как создать данные? Данные мы можем создать очень просто Мы можем, например, создать в данном случае по синтаксису Мы можем сказать, что CLIENT — это класс модели Для класса модели мы можем создать экземпляр Экземпляр класса модели — это конкретный объект, который должен быть спроецирован в базу данных Но если мы создаем подобным образом, что происходит? Что вообще-то мы можем проверить Это новая запись? Да, это запись новая Но является ли эта запись записанной? Нет, она не является, потому что объект создан Но поскольку мы имеем дело с ORM, то есть с промежуточным слоем преобразования То этот объект существует только в оперативной памяти нашего приложения И еще не записан в базу данных Если мы используем вот такую схему, она нам позволяет записать сразу И мы можем использовать схему CRADE Если же нам надо записать этот объект после того, как мы его создали в подобной форме Мы можем это сделать при помощи метода, который называется SAVE Как работает чтение? Для чтения у нас есть огромное количество методов И надо сказать, что в Rails 5 нас требует прежде всего использовать метод FIND BY Но до Rails 5 у нас было огромное количество методов, которые назывались FIND BY что-то Это динамические методы, которые разбирали то, к чему мы обращаемся То есть обратите внимание на их формат Мы прямо в имени метода могли указать, к чему мы обращаемся То есть обратиться к полю NAME, обратиться к полю ЗАКАЗ, состояние КАНТРИ Страна КАНТРИ Так, нет, стоит в данном случае штат Мы можем обратиться, например, имя пользователя, пароль и прочее То есть это динамические методы, которые разбирают, к чему обращаются в тот момент, когда к нему обращаются То есть идея опять же Rails, не Rails, а Ruby Ruby это язык, в котором мы можем сделать динамические методы А также мы можем перехватить методы, не существующие, к которым сейчас обращаются И обработать этот вызов соответствующим образом С одной стороны, это хорошо, и в общем-то это в какой-то степени domain-specific language, который описывает обращение С другой стороны, проблема заключается в слабом контроле То есть то, что мы здесь написали, мы узнаем об этом, хорошо это или плохо, в момент выполнения И плюс мы еще тратим время на то, чтобы разобрать вот этот хвост То есть мы сначала пройдем по несуществующим методам Выскочит соответствующий метод перехватчик И только потом мы будем разбираться, а что же здесь написано И именно поэтому предложен альтернативный вариант, который гораздо быстрее, но менее выразительный То есть просто пишем findBy, и в findBy мы пишем атрибуты Атрибуты, которые можно было бы написать здесь А значения были бы в соответствующих позициях Если мы хотим задать какое-либо условие в выборке, есть метод where Если мы хотим сортировать Payment в данном случае, это синтаксически мы видим, что это класс модели Мы указываем способ сортировки, например, по дате создания То есть найти все по полю amount То есть, например, по количеству Альтернативной этому способу обращения является написание SQL-запросов То есть, с одной стороны, объектно-революционное преобразование скрывает от нас субэды С другой стороны, оно скрывает от нас и возможности этой субэды То есть есть некий типовой набор тех возможностей, которые мы можем использовать при использовании ORM Но если это субэда имеет какой-то расширенный язык запросов, если там есть какие-то синтактические структуры, которые нам позволяют написать запрос эффективнее Мы можем воспользоваться прямым запросом SQL И только в этом случае, по большому счету, нам надо использовать SQL Во всех остальных случаях мы можем положиться на ORM, на автоматическое формирование запросов Кроме того, мы можем воспользоваться так называемым параметризованным запросом Что это такое? Это запрос, у которого в соответствующей позиции стоит знак вопроса То есть в его значении будет подставлен тот аргумент, который находится за пределами текста запроса Зачем это нужно? Ну, допустим, мы хотим найти все то, где поле код выглядит похожим образом, как задан шаблон То есть like — это похожий Шаблон выглядит следующим образом Сделать подстановку некого парам Ну, в данном случае у нас есть парам, которые содержат букву A И процент для like синтаксиса означает, что нас интересует все то, что начинается с A, но заканчивается чем угодно Если бы с двух сторон был процент, то это означало бы, что нас интересует вообще что угодно, где есть A Ну, или, например, A в конце В данном случае нас интересует все, что начинается на A Например, там Amazon Но зачем это нужно? Рассмотрим вот такой пример То есть выборка clients, client where, то есть найти всех клиентов, где код выглядит как вот такой шаблон Этот шаблон мы подставляем непосредственно в тело запроса И берем, допустим, какие-то данные, которые пришли к нам из формы со стороны пользователей А этот пользователь оказался не очень хорошим, этот пользователь оказался хакером То есть в этом случае он нам может при помощи любого средства, например, в том числе seurl, который я уже показывал Или скрипта на Ruby, или даже браузера с подстановкой в качестве URL JavaScript кода Он может передать что угодно И он может вставить, например, вот такую строку Ну и что это означает? С точки зрения SQL Здесь у нас будет построение SQL-запроса SQL-запрос выглядит примерно таким образом То есть вытащить все из чего-то В-запрос присоединяется сзади Ну, примерно как здесь То есть если появляется хакер, который пишет эту строчку Обратите внимание, вот эта часть SQL-запроса остается Остается все вплоть до вот этой части То, что получается на выходе? Значит, он написал Amazon, апостров закрыт Точка запятой Точка запятой — это разделитель Разделитель SQL-выражений То есть Amazon пойдет в предыдущую фразу То есть найти like, апостров, амазон, апостров, там был закрыт Точкой запятой И SQL-выражение завершилось А дальше delete from users То есть если вы позволите в вашей программе Существовать вот таким запросом Это значит, что вам могут сделать SQL-инъекцию Если вам сделали вот такую SQL-инъекцию Это значит, что вы получите полное удаление всех пользователей То есть в этом случае это может быть не всегда смертельно То есть у вас будут проблемы с тем, чтобы восстановить данные Но для этого надо иметь резервные копии Во многих случаях хуже, когда вы можете допустить утечку данных То есть если здесь написать какой-то другой запрос и получить доступ, например, к таблице, которая у вас не должна быть в норме прав Вы можете рассекретить паспортные данные пользователей, их пароли, банковские счета Например, данные кредитных карт и прочее То есть в этом случае вы получите очень большие проблемы Проблемы как имиджевые Ну потому что разработчик, который не знает об SQL-инъекциях, допустил такое в коде Так и финансовые потери Потому что с вами больше Во-первых, скорее всего, выкатят штрафные санкции А дальше работать не так, что будут То есть как избежать? А избежать очень просто Воспользоваться параметризованным запросом Значит, смотрим Здесь была проблема в том, что мы без проверки подставили новое SQL-выражение В параметр, который должен был содержать только одно значение Если бы запрос выглядел вот так То что бы пользователь здесь не прислал Что бы здесь ни было написано Оно будет экранировано кавычками И будет вставлено внутрь код like Как отдельный текст То есть в этом смысле через параметризованный запрос Такая SQL-инъекция не пройдет В отношении разных версий Rails До версии Rails 3 включительно Если вы запрашивали данные из базы данных То вы получали на выходе массив Начиная с Rails 4 Эту схему изменили на понятие отношений На relation То есть в чем идея? Идея заключается в том, что больше эти данные не загружаются в оперативную память После запроса То есть для Rails 3 и ниже Любой запрос приводил к тому, что все данные по SQL-запросу Загружались в оперативную память Как следствие Если у нас попался неквалифицированный разработчик То он очень легко мог сделать так Что у нас просто не хватало бы ни на что оперативной памяти То есть он здесь сделал большой запрос Этот запрос полностью загружается для одного текущего пользователя В оперативной памяти У нас ее больше нет У нас не будет работать многопользовательский режим У нас будут проблемы постоянные с оперативной памятью В Rails 4 отказались от этой схемы И сделали подгрузку отношений к кого-то То есть вы получаете что-то типа курсора Этот курсор позволяет не загружать в оперативную память Все данные будут подгружаться по мере необходимости То есть когда вы дошли до потребления определенной порции Или очередной порции данных Только тогда эти данные будут подгружены Но не до этого Кроме того, есть изменения части V То есть условия отбора и возможность модифицирующего V То есть одновременно сделать выборку и обновление В Rails 5 появилась возможность писать комбинированные V То есть если до 4 включительно Мы могли запросы V писать просто как одна фраза То в Rails 5 появилась возможность комбинировать Различные логические условия Например, мы могли бы написать V что-то с параметрами Or что-то и подставить аргумент А с другой стороны мы можем написать это как V or что-то В чем идея? Идея заключается в том, чтобы снизить количество ошибок Дело в том, что когда вы пишете вот такой запрос Этот запрос не может быть проверен с точки зрения синтаксиса Ruby Потому что здесь написан запрос на SQL Фрагмент SQL Значит вы поймете только тогда, когда отправите этот запрос непосредственно в SUBD И она уже обрабатывает этот самый запрос Она вам ответит, получилось или не получилось Форма вот такая обрабатывается на уровне Ruby Потому что V это метод Or это метод V это метод То есть эта конструкция получается с другой стороны более контролируемой Для того, чтобы определить количество записей Мы можем воспользоваться методом, который называется count Значит внутри он просто сделает запрос select count Это функция внутри SQL запроса в смысле Мы переименуем ее там соответствующим образом И сделаем запрос по всем записям clients Если вы хотите посчитать количество строк, например, по какому-то условию То первым, естественно, стоит условие То есть сначала условие выборки V Потом посчитать количество Например, count by SQL в том числе Вы можете посчитать количество записей в SQL То есть любой способ, который вам больше нравится Обновление Обновление — это процедура замены данных, которые у нас уже есть Причем предполагаем, что данные у нас обновляются По тем идентификаторам, которые были загружены ранее Потому что иначе это было бы уже создание новых объектов Обновление предполагает, что у нас есть идентификатор записи Который однозначно говорит о том, что эта запись у нас была Если мы говорим об обновлении Тот пример, который здесь представлен Это достаточно типичный пример обновления данных из формы Чего здесь не хватает? Здесь не хватает разрешения на доступ к соответствующим аргументам Это несколько отдельный вопрос Что мы здесь берем? Мы здесь берем парамс Парамс — это данные, которые пришли из формы С стороны пользователя И мы берем два атрибута Сделаем апдейт для атрибута ID И project — это, собственно, данные по модели project То есть не одно поле, а это целиком С точки зрения передачи это JSON С точки зрения того, что мы здесь имеем Это объект Ассоциативный массив Который содержит соответствующие поля Которые должны быть спроецированы на project Кроме того, мы можем сделать это вот в такой форме То есть получить все ключи Получить все значения И загрузить их в update Если мы знаем конкретный идентификатор, который нужно обновить Мы можем это сделать вот так То есть мы можем получить по методу find Обращаясь по идентификатору конкретную модель Конкретный объект этой модели То есть конкретную запись в базе данных После этого мы можем записать в атрибуты, в поля этой самой модели Что угодно И изменения мы можем сделать методом save То есть save запишет из оперативной памяти Спроецирует, соответственно, этот объект в базу данных Если нам нужно сделать проверку обновления То мы можем это сделать разными способами Один из них — просто посчитать Посмотреть на результат, который возвращается методом update Если результат true, то в этом случае все в порядке Если результат false, значит все не в порядке То есть, ну, альтернатива В общем-то, вот она То есть еще один пример Где мы из формы получаем определенный параметр Мы получаем параметр идентификатора Ищем объект в базе данных После этого мы можем для данного объекта Для найденного объекта Обновить те значения, которые пришли из формы Ну и также проверяем, что у нас, собственно, получилось или не получилось То есть true или false с результатом апдейта Иногда нам нужно воспользоваться обновлением всех записей вообще То есть когда это нужно? Ну, к примеру, once.email.true Это пример классический, когда у нас уже была какая-то модель У нас уже была создана миграция И при этом мы захотели сделать так, чтобы у нас появилось новое поле Что пользователь теперь должен ставить галочку о том, что он хочет получать электронную почту Ну, допустим, у нас уже есть несколько миллионов пользователей, которые не имели этой галочки Что с ними делать? Конечно, с одной стороны мы можем им не давать эту галочку Но тогда они лишатся возможности отправлять И, скорее всего, большая часть из них никогда эту галочку не нажмет В этом случае мы сделаем просто Мы скажем, что для всех пользователей, у которых эта галочка только появилась Мы выставим значение true Ну, насчет того, насколько мы вправе это делать Что называется, читайте договор На который они согласились при начале пользования вашего сервиса Иногда нам нужно обновить все записи по условию Ну, например, вот в такой форме сделаем То есть в что-то, update all Ну, или отсортировать записи Еще более сложный вариант Обновить пять наиболее старых книг То есть сначала условие Что нам надо отобрать? Найти пять книг, у которых есть в названии Rails Причем Rails неизвестно где То есть может в любой части слова Далее отсортировать по дате создания По возрастанию Так, первые пять из них взять И обновить автора Так В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что update all С одной стороны, это быстрый способ Он формирует SQL-запрос Но, с другой стороны, есть недостатки Недостатки заключаются в том, что Есть стандартные механизмы проверки логической целостности Так вот, когда вы используете механизм update all Все эти механизмы отключаются То есть формируется прямой SQL-запрос Который не проверяет данные на целостность, на допустимость Не вызывается никакие оповещения о том, что данные объекты поменялись Но зато это быстрее И обновление updated это И прочие поля, которые говорят о том, когда обновилось Когда эти объекты обновились Здесь не вызывается То есть быстро, но выключаем некоторые функции Иногда нам нужно воспользоваться такой функцией, как touch Что это такое? Это изменение даты модификации То есть touch, то есть дотронуться буквально Значит, что у нас есть какие-то записи И мы хотим сделать так, чтобы отобразилась текущая запись на них То есть мы обращались к этим записям И что, в принципе, они не лежат мертвым грузом Что у нас происходят какие-то изменения Причем вот этот touch, он может работать в том числе по иерархии То есть если у нас есть некая модель Эта модель у нас может иметь некое отношение с client Например, сущностью client То есть пользователь, он может быть клиентом, а может не быть И наоборот То есть все зависит от того, какую мы логику используем Мы говорим обновить нам пользователей Если есть вот такая цепочка Это означает, что не только запись пользователя будет обновлена Но и в таблице client у нас будет обновлен клиент Кроме того, что мы можем делать? В данном случае класс timesheet Timesheet — это не что иное, как модель Сигналом этого является то, что он является потомком active record base У нас есть возможность проверить какие-либо поля На те символы, которые там находятся То есть before validation Validation — это процедура проверки данных как таковая А before validation мы можем сделать так Чтобы, например, произошла фильтрация каких-то данных То есть региональные зависимые вещи То есть доллары для валюты Цена или тариф или прочее То есть если мы работаем на американском рынке Почти наверняка они будут лепить доллар в суммах То есть когда мы говорим о деньгах Нам будут подставлять доллар Этот доллар нам не нужен с точки зрения хранения С точки зрения хранения нам надо отдельно хранить валюту И отдельно хранить сумму То есть мы можем проверить, что данные содержат этот самый доллар И если там есть доллар, значит нам нужно просто преобразовать это в некую запись Не задержащую доллар И возможно добавить какое-то другое поле, которое содержит признак валюты То есть идея заключается в том, что еще никакие логические проверки целостности не проведены Но при этом данные модифицированы Если мы хотим ограничить доступ к атрибутам Что мы в этом случае можем сделать? У нас есть метод, который называется AtterProtected В очередной раз обращаю внимание на синтаксис Ruby То есть модели пишутся на языке Ruby Это обычный класс То есть AtterProtected это обычный метод Которому в качестве аргумента передается имя того атрибута, который надо сделать в Protected Что это значит? Это значит, что с точки зрения программирования этот атрибут станет защищенным По большому счету к нему может обратиться любой, у кого есть доступ к базе данных И в общем-то избежать мы этого никак не можем Этого избежать можно только в одном случае Если ограничен доступ к самой базе данных Но любой программист в принципе может получить доступ То есть это не защита от программистов Это просто защита от случайной ошибки обращения к атрибуту, который защищен Допустим, мы создали некого потребителя Customer в данном случае Если мы пытаемся теперь обратиться к полю кредитный рейтинг То он будет всегда возвращать поле nil Потому что атрибут у нас защищен То есть мы его можем создать Мы можем с ним что-нибудь сделать Мы можем даже его выставить Но доступ к тем атрибутам, которые ранее сохранены, мы не имеем Он закрыт, он протект Если мы попытаемся что-то сделать типа вот такого То почему она сработала? Да потому что объект находится в оперативной памяти То есть пока еще не выгружена база данных И в этом смысле это изменение мы видим просто потому, что объект существует в своей жизни в оперативной памяти Значит атрибуты только для чтения Иногда бывает потребность в том, чтобы сделать атрибуты, которые нельзя модифицировать То есть protected доступ к нему, а read only в данном случае это атрибут, который можно записать, можно смотреть, но и модифицировать нельзя Social security number это аналог индивидуального номера налогоплательщика для американского рынка Он присваивается один раз, он не меняется И в нашем случае меняется, а он у них не изменен В чем идея? Идея заключается в том, что мы можем создать некого потребителя с social security number При этом мы можем его читать Мы можем даже попытаться его изменить Если мы в том же сеансе работы попытаемся что-то сделать, мы будем читать это измененное состояние Почему? Да потому что Атор read only работает на логическую целостность перед записью базу данных То есть вот эта запись Это изменение значения атрибута в оперативной памяти Мы работаем с ORM, мы работаем в терминах языка программирования Ruby То есть этот объект в данном случае это еще пока объект Ruby То есть он, естественно, позволит поменять это поле Если мы пытаемся сохранить и перечитать эти данные из базы данных То мы получим предыдущее значение То есть он будет прекрасно отображать, что атрибут изменил значение, но до момента reload Данные, если они указаны как атор read only, они не будут модифицированы второй раз вообще Если очень надо, то можно через update.all сделать прямым SQL запросом Хотя это, естественно, плохая практика Если нам надо удалить запись, как это сделать? Для любого объекта, который у нас есть, мы можем, естественно, вызвать метод destroy То есть объект нашли, с объектом мы уже работаем Этот объект класса модели может быть удален через destroy Мы можем воспользоваться методом destroy в такой форме То есть time sheet в данном случае это не что иное, как некая таблица с расписанием Это первая буква большая, значит, это константа класса, то есть модель То есть удалить записи с идентификаторами 2 и 3 Но с другой стороны мы можем использовать delete Почему надо использовать destroy и почему надо использовать delete? Destroy обеспечивает проверку То есть если вы вызываете destroy, значит, будут вызываться соответствующие механизмы active record Которые могут проверить, имеете ли его право удалять и что, собственно, надо сделать в процессе удаления То есть оповестите о том, что у вас эти данные менялись и вообще как с ними работать Delete быстрее, потому что использует прямой SQL-запрос Но почему он быстрее? Да потому что он не использует вообще никакие проверки от active record То есть в этом смысле этот метод опасный То есть мы можем использовать delete, он работает быстро, но помните, что никакие проверки не отработают Мы можем писать сложные условия на выборку То есть условия сдаются через метод v Мы можем писать фрагменты SQL-запроса Но с другой стороны мы можем писать здесь прямые значения ключ-значения То есть пары ключ-значения, где ключом является имя этого атрибута А значением, любое значение, которое у нас есть То есть мы получили его в params из формы, мы его задали как-то еще Мы задали здесь массив, не столь важно То есть формы, по сути, вот такого вида и вот такого вида, они равнозначны Ну и вот запись SKU, аргумент IN И какая-то запись, какой-то массив То есть это равносильно вот этой записи Ну и также мы можем параметризованные запросы писать, в общем-то, любого вида Причем здесь параметризация позиционная То есть первому вопросительному знаку соответствует первый аргумент после этого запроса Второму соответствует второй Теперь посмотрим сюда Мы можем использовать не только позиционную запись параметризации Но и параметризацию по именам Опять используется вот такой синтаксис Двоеточие name, двоеточие SKU, двоеточие date Двоеточие для Ruby это признак символа То есть константная строка Почему? Ну для того, чтобы не создавать лишний объект То есть на этапе разбора выражения, на этапе прикомпиляции этого кода Этот объект будет создан один-единственный раз И связан во всех ссылках с одним-единственным объектом Ну а здесь это просто синтактическая запись Которая принята везде в Rails, Sinater и прочих фреймвок Вот такая схема оказывается более гибкой Потому что мы можем параметры ставить в любой последовательности Более того, мы никогда их не перепутаем по порядку Но плата за это то, что, естественно, надо сначала разобрать И нет ли шаблонов То есть вариант вот здесь, позиционный Он не требует никакой дополнительной проверки Вопросительный знак встретился, значит первый аргумент подставить Второй встретился, второй аргумент подставить Здесь мы должны сначала найти соответствующее место И потом вместо этого элемента, вместо этого шаблона Подставить соответствующий аргумент Ну, выбирайте сами То есть не всегда критично к скорости Иногда критично к скорости написания К удобству администрирования кода программы Что мы можем еще писать? В такой форме мы можем даже писать Использование одного и того же шаблона более одного раза То есть вот раз, два Подстановка чего-то Мы можем использовать форму ключ-значения Ключ-значения и у нас будет подстановка соответствующих аргументов То есть неважно, в какой последовательности они там Мы знаем, что есть аргумент, который называется логин И есть аргумент, который называется паспорт И мы хотим найти там первую запись пользователя, у которого есть вот такая пара Допустим, хотим проверить, выполнилась ли у нас аутентификация И более того, мы можем даже писать вот такие вещи Типа submitted, вопросительный знак, true Подстановка аргумента, назначение true Просто будет поставлено в качестве этого значения параметра В процессе компиляции Как сортировать? Ну, сортировать результат мы можем по указанному полю Причем мы можем поле указать в виде строки Соответствующим аргументом То есть descending это в порядке убывания Если мы не указываем, то мы можем использовать, например, символ Это значит порядки возрастания Если мы хотим получить случайный порядок Мы должны уже воспользоваться специальными функциями, которые доступны для конкретной СУБД Проблема заключается в том, что язык SQL не содержит в стандарте какую-то конкретную функцию для случайной выборки Поэтому эта реализация зависит от СУБД Если это MariaDB, то используем RAND Postgres random, если это SQL сервер, Microsoft SQL сервер То NewID, если Oracle, еще сложнее DBMS random, value и прочее То есть это все зависит уже от конкретного синтаксиса, конкретного SQL, конкретной СУБД И, в общем-то, ответ на вопрос, зачем нам нужна ОРМ Он как раз лежит в плоскости того, что вообще-то SQL отличается в разных СУБД Если вы используете объектно-реализационное преобразование, вы не задумываетесь над тем, какой конкретной синтаксису SQL используется в той конкретной СУБД Более того, вы можете сконструировать запрос, например, в такой форме То есть с одной стороны это SQL-запрос, с другой стороны он сделан в форме методов Ruby То есть определенная гибкость есть, синтаксическая проверка здесь на уровне выполнения программы Ruby Но, с другой стороны, вы получаете вольности, которые здесь присутствуют Вольности в смысле дополнительные с языковыми вставками И комбинируете таким образом возможности ОРМ и SQL-запроса как такового Теперь переходим к тому, как, собственно, определять структуру Для того, чтобы определить структуру базы данных, нам нужно описать эту структуру на каком-то языке Этот язык называется Data Definition Language Если мы говорим о Rails, то, естественно, для Rails Data Definition Language это язык миграций Для того, чтобы создать миграцию, нам надо воспользоваться генератором миграций То есть запускаем в консоли команду Rails Generate Migration Любая миграция имеет имя То есть имя миграции выражает какой-то смысл Об этом мы поговорим чуть дальше Далее мы можем указать опции, точнее поля с типом и дополнительные опции Когда мы запускаем вот такую команду, то у нас формируется соответствующий файл Файл, который имеет числовой идентификатор и имя миграция, точка RB Что мы видим? Мы видим, что миграция, несмотря на то, что это Data Definition Language Это в то же время Domain Specific Language То есть это язык, ориентированный на предметную область Предметная область определения структуры данных Но, тем не менее, это Domain Specific Language То есть язык, ориентированный на предметную область, который написан на Ruby Более того, что такое вот этот страшный идентификатор? Этот страшный идентификатор представляет собой дату и время создания Зачем он был сделан? Напоминаю, что Rails, как фреймвок, изначально ориентирован на то, что разрабатываются большие веб-приложения с большим количеством разработчиков Это значит, что надо сделать так, чтобы минимизировать ошибки при работе с этим фреймвоком Если мы нарушим порядок, например, создания миграций Что такое миграция? Миграция — это изменение состояния базы данных То есть база данных переходит из одного состояния в другое посредством миграции этого состояния Проблема заключается в том, что цепочка переходов из этих различных состояний Она должна быть строго и очень жестко предопределена То есть в этом случае мы должны гарантировать, что порядок создания миграции у нас будет всегда применяться Ровно так, как заложил разработчик Для того, чтобы упорядочить и исключить эту вероятность ошибки Заложен такой числовой идентификатор, содержащий год, месяц, число, часы, минуты, секунды То есть предполагается, что в одну секунду несколько разработчиков крайне маловероятно, что создадут какие-то разные миграции Модифицирующие одну и ту же часть А дальше мы автоматически получаем Если мы на диске имеем большой набор файлов миграций А для серьезных приложений действительно мы можем иметь большое количество этих самых файлов миграций То в естественном порядке сортировки по алфавиту Мы будем всегда их видеть так, как они должны применяться То есть это перечень или порядок изменения состояния базы данных Что такое код этой миграции Или Data Definition Language Код миграции выглядит примерно следующим образом То есть когда мы создаем миграцию Миграция содержит два метода Up и Down Up — это метод, который позволяет изменить состояние в прямом направлении То есть из одного состояния базы данных перейти в новые состояния А метод Down нужен для того, чтобы вернуться обратно Дело в том, что при разработке нам не всегда нужно двигаться только в одном направлении Нам иногда надо вернуться к предыдущим состояниям Обусловлено это тем, что Если разрабатывается какой-то массовый программный продукт Который вы распространяете, например, по множеству потребителей У этих потребителей могут оказаться разные версии Но допустим, у кого-то из потребителей возникла ошибка То есть потребитель говорит, что у вас что-то не работает Что в этом случае надо делать? Ну, естественно, надо повторить эту ситуацию А если у вас более новое состояние базы данных То совсем не факт, что эта ошибка проявится Значит, используя механизм Down В этом случае вы можете вернуться к предыдущему состоянию Дальше CreateTable — это метод создания таблицы Ну, с точки зрения Ruby, напоминаю Мы видим здесь обычный метод Мы видим аргумент продукции Мы видим блок Но тем не менее, это domain-specific language То есть, или data-definition Data-definition language для данного случая В рамках которого мы создаем таблицу Для которой выдается переменная t Мы создаем строковый атрибут с именем name Мы создаем текстовый атрибут с именем description И по умолчанию всегда записывается timestamp Timestamp — это дата модификации Обратные изменения Очевидно, что если мы напрямую создаем таблицу То down — это не что иное, как удалить эту таблицу Иногда у нас возникает потребность удалить Или модифицировать какие-то данные То есть, миграция может быть направлена на то, что мы добавляем некое поле Ну, как здесь пример То есть, поле — согласен ли пользователь принимать, например, новостную рассылку Со значением по умолчанию false То есть, после какого-то времени принят какой-то локальный региональный закон Требующий, чтобы пользователь поставил галочку явно Если он явно не поставил, то не имеем права ему рассылать, например То есть, в чем проблема? Проблема в том, что у нас уже есть некая база с существующими пользователями У них ни у кого нет этого атрибута, но мы не хотим их потерять То есть, вроде бы они были согласны с тем, что у нас почта приходит Или рассылка приходит до этого И нет оснований им говорить default false Ну, поэтому что мы можем сделать? Мы можем просто-напросто добавить Сделать change table для поля users Для таблицы users Добавляем новое поле Со значением, которое здесь указано Но при этом у нас база данных уже есть А значит, мы делаем обновление всех данных И говорим, что если там поле есть, выставить его в значении true То есть, при этом мы обновим абсолютно всех пользователей, которые у нас были до этого А для новых у нас уже будет требоваться выставить эту галочку true или false в явном виде Ну, а down, соответственно, удалить эту колонку receive newslet То есть, прямое добавить, обратное удалить В Rails, по-моему, начиная с четвертой версии Появилась, может, даже с третьей Появился метод change То есть, появилась автоматизация Вместо того, чтобы писать up и down Теперь можно сделать единственный метод change И Rails уже сама догадывается, что если в прямом методе использовался крейт То обратный должен быть drop То есть, создали, удалили Ну, определенная автоматизация возможна Потому что эти методы являются предопределенными То есть, мы все же ограничены языком для описания Data-definition-language в данном случае И если известно, какие там методы могут быть То, естественно, известно, какие методы являются противоположными для них Что мы можем делать еще? Ну, мы можем добавлять индексы Мы можем добавлять колонки Мы можем изменять существующие колонки Мы можем менять таблицы Мы можем создавать, удалять таблицы Удалять колонки, удалять индексы Удалять отдельные колонки Переименовывать колонки Это не полный перечень того, что доступно в миграциях Но тут надо сказать, что совсем не факт, что вам придется их писать руками То есть в очень многих случаях мы делаем это при помощи миграций, при помощи генераторов Далее Если мы говорим о преобразовании из объектов в базы данных То мы должны говорить, естественно, о типах, используемых в тех базах данных Типы определяются системами управления базами данных Они уникальны для всех, в общем-то они могут сильно различаться Что мы здесь и видим То есть в поле binary, например, в одном случае это maridb, это blob У postgres это byte array SQLite, встраиваемое, которое у нас доступно с Rails, это blob Oracle, blob А для Ruby класса это просто string Для boolean в одном случае это integer, в другом boolean Oracle, там, number с значением один элемент, один разряд, ну и так далее То есть видим, что здесь достаточно большой разброс И в том числе разброс по текстовым и по строковым значениям То есть стрин для Ruby это неограниченное поле А в то же время стрин для, например, maridb или SQLite это поле с ограничением 255 символов И если вы такие атрибуты создали, то не удивляйтесь, что у вас произошло ограничение То есть эти данные будут пропадать при записи в базу данных Ну и так далее То есть на самом деле что получается? Что если мы используем объектно-революционное преобразование То мы работаем на уровне миграции И мы не думаем о тех типах, которые находятся в конкретной sub-BD Если мы хотим изменить sub-BD, то все, что нам нужно, это изменить конфигурацию То есть ничего кроме конфигурации мы не трогаем Конфигурация задается в файле Так, config databases Databases.yaml То есть мы можем очень легко поменять адаптер для sub-BD И в этом случае наше приложение остается работоспособным Естественно, мы не говорим сейчас о миграции данных То есть приложение, по сути, автоматически будет работать с другой sub-BD А ваш код, который написан на Ruby, он продолжит работать То есть если вы не используете какие-то специфичные SQL-запросы У вас нет проблем перейти, к примеру, с MS SQL-сервер на Postgres Или с MariaDB на Postgres Ну, как, в общем, и обратно SQLite в данном случае это встраиваемое sub-BD Это простейший вариант, который используется для отладки То есть более того, нет проблем в одном Rails-приложении Делать отладку, к примеру, с SQLite А production и тест окружения сделать, ну, например, на Postgres Для того, чтобы вот такая схема работала, по сути, есть механизм адаптеров То есть если вас не устраивает стандартные адаптеры Здесь дана ссылка в одной из старых версий Rails Но это не столь, опять же, важно Общий принцип сохранен То есть вы можете дописать собственные адаптеры, транслирующие на вашу sub-BD И в том числе даже есть адаптеры Можете написать при помощи ORM трансляцию на MongoDB То есть хранить не в революционной форме, а в объектной форме Как записи JSON Из опций полей Что вам доступно? Доступны, например, для числовых полей Количество То есть Precision количество символов до точки и после точки Нам доступно поле по умолчанию Нам доступно ограничение Ограничение по размеру Возможно ли использование null-поля То есть должно ли оно быть всегда объявлено Или оно может иметь неопределенное значение И вот дополнительные поля, которые специфичны Именно для чисел И, в общем-то, и для строк Как запускать миграции? Ну, любую миграцию мы можем применить Точнее, любое количество миграций При помощи команды rake-db-migrate Для Rails 5 слово rake заменяется Rails Можно использовать rake, но, в принципе, там все переведено на Rails Rails — это универсальная команда Которая и создает приложение И приняла на себя сейчас функции обслуживания всего Мы можем применить конкретную версию Что такое версия? Это тот самый числовой идентификатор То есть год, месяц, число, часы, минуты, секунды Просто rake-db-migrate применит все миграции до текущего состояния Roll-bug — это откат последний Мы можем сделать roll-bug на указанное количество Мы можем сделать указанный шаг Например, рядовое и повторное применение Откатить, применить, назад Мы можем применить пошагово указанное количество миграций Как генерируются модели? Ну, модель — это та самая сущность, которая хранит описание этого объекта То есть если мы говорим о Rails, то мы работаем с объектами, которые создаются на основе классов моделей Когда мы создаем какую-либо модель, то по большому счету мы создаем одновременно и класс модели, и миграцию То есть если мы выполним команду типа указанную здесь То есть запустим генератор модели, который создает модель под названием product в единственном числе У которой есть поле с именем name и типом string, а также поле description с типом text То в этом случае у нас создастся миграция и создастся класс модели Ну, можем проиллюстрировать этот пример следующим образом Допустим, мы создадим сейчас некое приложение, то есть Rails new module app Создаем приложение Проверяются все модули Model app Мы видим приложение И мы теперь можем вызвать генератор миграции, генератор модели Мы видим созданные файлы То есть обратите внимание, у нас создан файл миграции Мы можем посмотреть, что содержится в этом файле Вот он У нас создан файл модели Вот он Он пустой И у нас созданы файлы тестов и фикстуры Фикстуры Практически пустые То есть две записи, one and two И в качестве значения здесь поставлены просто-напросто заглушки Ну и сам тест Пустой заглушка Значит теперь У нас есть Директория DB В которой сейчас у нас есть миграция и файл SIDRB Смотрите, у нас пока еще приложение не запускалось И для того, чтобы создать базу данных База данных у нас пока еще отсутствует Нам нужно выполнить команду rails DB Migrate Поскольку используется SQLite по умолчанию То мы здесь не задумываемся о процедуре создания Создание произойдет автоматически в момент первого запуска приложения Но модель Миграция, то есть изменение состояния базы данных Нам нужно применить Смотрите, смотрим еще раз задержимое этой директории У нас появился файл Development SQLite 3 И у нас появился файл SchemaRB Что такое SchemaRB? Cat DB SchemaRB Это файл, который содержит код, очень похожий на миграцию Но чем он отличается от миграции? Дело в том, что SchemaRB содержит в себе текущее описание состояния базы данных То есть, если мы создадим очередную миграцию То мы применим очередную миграцию И текущим ее состоянием будет новая миграция При этом, куда должны деться старые? Старые не исчезнут Текущее состояние подразумевает накопление Вот этой структуры То есть, файл SchemaRB будет содержать текущее состояние Всей базы данных И текущее описание структуры На этом Data Definition Language Именно поэтому, поскольку у нас есть SchemaRB Есть возможность сделать пустые модели То есть, смотрите Класс продукт, класс модели пуст Он не содержит ничего Но дело все в том, что есть SchemaRB И у которого есть четкое указание Для какой таблицы И эта таблица связана именем Однозначно ассоциирована с классом Product Ну, потому что есть соглашение об именовании То есть, здесь во множественном числе Здесь в единственном числе И класс всегда с большой буквы То есть, а все остальное У нас может быть использовано Для того, чтобы уже автоматически Достроить необходимые атрибуты И мы видим, что у нас здесь 4 атрибута Несмотря на то, что мы запрашивали только 2 То есть, name, description, createdAt, updatedAt То есть, когда создана, когда обновлена Ну, и вот это поле используется Как раз-таки, когда мы вызываем метод touch Если нам не надо создавать модель И модель, допустим, у нас создана Мы можем сгенерировать только миграцию Здесь есть определенные тонкости Генератор миграции выглядит следующим образом GenerateMigration, дальше пишем что Как правило, мы пишем помимо имени Что надо сделать То есть, с одной стороны, мы можем действительно Воспользоваться таким шаблоном И нам будет сгенерирован класс миграции То есть, будет правильный файл С правильным идентификатором Нам не надо задуматься об этом И теперь мы можем в чене написать что угодно руками С другой стороны, есть то, что называется Магия Rails Это автоматическое распознавание имени Которое мы использовали в качестве имени миграции То есть, идея заключается в том Что, вообще-то, мы можем написать такое имя Которое может быть автоматически разобрано Например, addPotNumberToProduct Говорит достаточно однозначно Что нам нужно что-то добавить Add Это добавить PotNumber То есть, что конкретно добавить To, то есть, куда нам надо это добавить В таблицу products То есть, добавить атрибут PotNumber Причем мы указываем PotNumber Это строка И у нас автоматически будет сгенерирована Вот такая иммиграция, которая содержит изменения таблицы products И дописывает атрибут, который мы вот здесь указали Более сложный вариант Выглядит примерно таким образом Например, миграция RemovePotNumberFromProducts Значит, что в этом случае произойдет? Remove однозначно говорит о том, что нам нужно remove column сделать PotNumber Однозначно говорит имя атрибута From Однозначно говорит таблица То есть, однозначная привязка Несмотря на то, что мы не пишем этот код Несмотря на то, что этот код генерируется автоматически Если мы пользуемся правильными фразами Если мы понимаем смысл этих фраз То у нас резко возрастает производительность Нам не надо писать код руками То есть, просто дав фразу на естественном языке Вполне понятная, вполне четкая фраза У нас будет автоматически создана миграция Которая делает ровно то, что нам нужно Единственное, что нам нужно Это проверить потом Правильно ли они у нас генерированы И не допустили ли мы какие-либо ошибки То же самое AddDetailsToProducts AddAddAddProductsProducts Эти аргументы, которые здесь представлены Они представлены в качестве дополнительных параметров То есть, partNumberStream, priceDecimal Ассоциации Глубоко мы их рассматривать в рамках нашей лекции не будем Но коротко следует отметить следующее Что ассоциации — это возможность установить связи Между сущностями, то есть, между отдельными записями В разных таблицах Например, что книги принадлежат авторам Или что книги содержат более чем один автор Есть множество связей Здесь не полный список ассоциаций Полный, смотрите, документации Rails Соответственно, принадлежности Имеет связь один к одному Один ко многим Посредства чего-то Через промежуточный объект Идея заключается в том, что у нас в таблицах Есть определенные идентификаторы То есть, если мы хотим Книги сказать принадлежащим авторам То у автора есть идентификаторы И нам нужно поле, например, author id Которое содержит соответствующий идентификатор этого автора И, как следствие, мы имеем возможность После этого каскадно получать данные Следующий момент Если мы говорим О начальном заполнении Что такое начальное заполнение? Есть соответствующий файл SIDS.rb Поскольку он Ruby То это код на языке Ruby То есть, SIDS — это семена Идея заключается в том, что Когда мы создаем какое-либо приложение Это приложение потенциально может иметь Начальное наполнение базы данных Но, к примеру, если вы делаете Какой-либо интернет-магазин У этого интернет-магазина Должны быть определенные доверенные лица Типа администраторов и менеджеров Которые имеют право выполнить первоначальную настройку Если вы не предусмотрите такую возможность То вы не сможете просто подключиться К вашему интернет-магазину Потому что вы не создали ни одного из пользователей Так вот, минимальные данные Которые необходимы для создания этих пользователей Могут быть загружены и указаны В файле SIDS.rb Причем синтаксис, который мы здесь видим Это синтаксис Ruby Синтаксис моделей То есть в терминах моделей Мы пишем создание соответствующих объектов Мы создаем этих пользователей В данном случае user, clients и прочее Мы создаем все, что нам нужно И все эти объекты дописываются в базы данных К обслуживанию баз данных Относится команда Создание базы данных Удаление Применение миграций Сброс состояния схема То есть мы можем сформировать текущее ее состояние Можем В принципе сейчас уже об этом не думать Потому что сейчас в новых версиях Rails Оно формируется автоматически Можем применить SIDS То есть несмотря на то, что файл SIDS.rb присутствует Он автоматически не применяется Он будет запущен только тогда, когда Вы его примените через команду db-sid И при этом мы можем Использоваться распечатыванием структуры баз данных Дополнительные возможности active record Включает в себя возможность, во-первых, выставить множественные отношения Например, вы можете выставить отношения Один ко многим и прочим И что это такое? Это возможность Выставить К примеру, построение иерархических запросов Автоматически То есть есть некая сущность Сущность пользователя Которая связана с расписанием Связана с некими отчетами И при этом нам нужно сделать так Чтобы вычитывать расписание в одном случае Отчеты в другом случае Но иметь возможность доступа Посредственно к этим объектам Мы можем сделать запрос вот в таком виде Мы можем обратиться к этому гивозору Поскольку мы прописали ассоциации Мы можем сказать Вытащи нам там 100 записей Либо записи по условию При этом отобрази их на соответствующий атрибут Точнее, вытащи соответствующий атрибут И выдай нам этот атрибут Что произойдет, если вы сделаете вот такую запись? Если вы напишите вот такую запись Rails сгенерирует один запрос Для извлечения 100 пользователей И для каждого из них Для каждого идентификатора пользователя Она породит по одному запросу По одному из квель-запросов Для извлечения соответствующей вложенной таблицы Не вложенной, а той таблицы, на которой она ссылается Если же мы воспользуемся специальным методом includes То в этом случае механизм будет иной То есть первый запрос в любом случае Будет найти этих пользователей И получить их идентификаторы Но второй запрос Rails сделает групповым И она, взяв этот запрос со списком всех пользователей Которые там получены Сделает на основе него запрос Который преобразует автоматически Все вложенные таблицы с расписанием Помимо этого, что можно делать? Можно делать проверки То есть когда мы имеем класс модели Мы можем сказать, что должна быть проверка на что-то Для этого есть методы, имеющие префикс validates Например, validates acceptance of Acceptance of и поле означает в данном случае поля Проверить, что пользователь ответил на соответствующие поля как true Но с другой стороны мы можем указать явно То есть мы можем ему сказать, как Если это не true и false значения, которые мы получаем из модели Естественно, мы предполагаем, что вот эти атрибуты Они заданы у нас в модели То есть аккаунт должен содержать эти атрибуты И они должны присутствовать в миграциях Если ответ пользователя не true или false, а yes, no или что-то еще Мы можем при помощи специального ключа accept Указать, что мы должны принять То есть validates acceptance of Account cancellation То есть подтверждает пользователь явно, что он хочет отклонить, например, данный счет или заказ Или что-то подобного вида Confirmation of Что это такое? Это возможность сделать зеркальные поля Допустим, у нас есть поле пароль Я думаю, что вы замечали, что в большинстве случаев регистрации Вас просят ввести пароль адрес электронной почты дважды Зачем это делается? Это делается для того, чтобы снизить ошибку Что вы случайно ввели что-то, особенно пароль И забыли, либо нажали на другую клавишу Случайно не дожали на клавишу и так далее То есть проверить дважды Но с точки зрения машинного хранения Нам не нужно хранить это поле два раза Потому что, опять же, для чего нам это нужно, для чего нам нужна копия Целостностью данных занимается СУБД И она гарантирует нам, что данные, которые мы записали в базу данных Мы можем прочитать без изменений То есть хранить нам нужно только одно поле Вот этот механизм сделан для того, чтобы можно было с точки зрения формы Сделать так называемое теневое поле Поле, у которого появляется суффикс confirmation, то есть подтверждение Начало у него точно такое же, как у атрибута А суффикс confirmation Значит, и в этом случае validates confirmation проверит, что те данные, которые пришли от формы И те, которые вы пытаетесь записать в аккаунт Поле password confirmation в точности равно полю password Но при этом password confirmation не будет записано никуда То есть единственный атрибут пасворта Именно он и будет записан в базу данных А password confirmation нужен только для проверки Кроме того, мы можем сделать проверку любых данных через validates each То есть проверить вообще все, что мы здесь указали И пишем, что мы здесь проверяем А дальше мы можем сделать эту проверку на то, как мы хотим Имеем, например, отдельную подсистему, которая выполняет проверку этих данных Мы можем проверить формат Например, поле email Сделать так, чтобы записать можно было только поле email Которое удовлетворяет вот такому регулярному выражению Но, строго говоря, оно неправильное Неправильное, потому что в email у нас могут быть буквы в Unicode А здесь буквы только латинские Ничего другого здесь быть не может Можем проверить, что, например, задан URL То есть у нас указано даже не URL, а какое-то доменное имя Либо IP-адрес и указан порт То есть validates format of И с каким критерием мы это проверяем Validates inclusion of Проверить, что у нас значения, которые поступили от соответствующего поля Входит указанное множество Ну, вот такой достаточно традиционный пример Который уже не является безопасным Могут в суд подать в определенных странах Поэтому надо очень аккуратно такие проверки делать В случае, если проверка не прошла То выдать соответствующее сообщение Ну, и проверки когда могут быть, например, на inclusion Что у нас входит данное множество Exclusion, что не входит данное множество К примеру, мы хотим сделать так, чтобы у нас пользователи простые Никогда не могли зарегистрироваться как админ, рут и superuser Значит, мы просто-напросто внесем проверку на exclusion С данным, заданным диапазоном То есть ничего из того, что там подходит Что туда входит, не может быть использовано В качестве значения нового создаваемого объекта При этом в SIDsOrbit, в общем-то, мы можем их задать И мы можем их предварительно сгенерировать Кроме того, мы можем поставить проверку на длину То есть, например, логин не менее пяти символов А если вы хотите поиздеваться над пользователем То сказать, например, сделать от десяти до двадцати Причем каждая вторая буква должна менять регистр В каждой третьей позиции должно стоять число фибоначи, к примеру В этом случае пользователи вас проклянут, но тем не менее вы можете написать такие проверки Так Следующее Validate presence of То есть presence of присутствует что-то То есть не важно, что присутствует Но главное, что для указанных здесь атрибутов у нас должны быть ненулевые значения То есть не пустые поля Ну и есть очень полезная проверка, которая называется uniqueness of То есть что это такое? Уникальность Проверить, что у нас логин уникальный Но опять же, эти вещи, они очень часто проверяются для заполнения какой-то формы регистрации Прямо один в один Логин email и уникальность логина Механизм callbacks Что это такое? Это обратный вызов Если что-то произошло, то оповестить через класс модели о том, что у вас что-то происходит Значит, это делается следующим образом Callback Мы видим здесь, что есть класс Бетховен Есть некая модель Перед тем, как удалить, вызвать соответствующий метод И этот метод у нас запись оставит в соответствующем логере То есть в журнале операции о том, что у нас что-то произошло То есть в чем идея? Идея заключается в том, что мы можем перехватить определенные операции До модификации, до удаления этого объекта или что-то еще Напоминаю, что если мы делаем групповые операции Типа delete, типа update all То эти колбак не сработают Механизм observers Что это такое? Это был достаточно удобный механизм Который позволял в отдельных файлах Кинуть соответствующее описание То есть observer кто такой? Это наблюдатель Мы можем написать любое количество наблюдателей Эти наблюдатели никоим образом не влияют на основной код Они находятся в отдельных файлах Их не надо регистрировать Они подключаются автоматически Потому что Rails сканирует соответствующую директорию И мы можем здесь указать соответствующие правила То есть обычно observer имеет имя, связанное с моделью Мы можем указать, что после создания определенного объекта После обновления, после удаления объекта Сделать какое-то действие Это действие, поскольку он является наблюдателем Не может повлиять на запись, на удаление, на изменения Но такой механизм использовался, к примеру, для аудита То есть мы получаем эту модель Мы видим, что там И можем записать в журнал операции Что пользователь такой-то взял и удалил Потом уже разбираться, имел ли он на это право Если вдруг что Допустим, он взломал по какой-то причине И это было вообще неразрешенное использование данной системы То есть нелегально проник какой-то там нарушитель И воспользовался чужим логином, паролем И воспользовался слабостью системы И недостаточностью знаний тех программистов, которые писали Механизм observers сейчас удален из Rails Его можно вернуть обратно Но удален он скорее из-за того, что он создавал определенные непонятности Потому что подключались observers независимо от основного кода И сейчас появился механизм concerns В чем идея? Идея в том, что мы теперь явно привязываем соответствующие модели Которые нам нужны, типа вот этого Если мы в модель не включили этот concern То есть явно не писали, что include такой-то concern То в этом случае он не будет подключен То есть явность вместо неявности observers По возможностям они шире, чем то, что было в observers Но теперь надо писать явно А observers можно было просто кинуть в определенную директорию И они начинали работать Concerns надо прописать в классе модели Мы воспользуемся, опять же, простейшим примером Некого калькулятора То есть в чем идея здесь была? Допустим, считаем какой-то Синус, косинус, не столь важно Мы можем создать новое приложение Мы можем зайти в директорию приложения Мы можем сгенерировать контроллер Который называется calc Имеет две формы, два действия Index и view Мы можем сгенерировать модель Причем для модели мы будем делать такое приложение Простенькое приложение Которое сохраняет результаты Которые уже подсчитаны до этого То есть, ну, допустим, мы считаем Как в этом примере Мы считаем Так, вот он, расчет Вычисление синуса С шагом От значения до значения С указанным шагом Мы считаем все синусы То есть идея заключается в том Что нам надо хранить Аргументы То есть от и до С каким шагом мы считали И надо хранить результат Это простое такое приложение Если мы запускаем Такую команду То есть генерировать модель То в этом случае мы получаем Код миграции Примерно соответствующий Вот этому представленному То есть четыре наших поля И пятое поле Это таймштамп Код контроллера Может выглядеть следующим образом То есть, строго говоря Расчетная часть Вот она Все остальное Уже у нас находится В классе Не в классе В файле представлений Ну и по большому счету Нам не особо-то нужно Если мы говорим сейчас О коде Здесь В чем идея? Идея заключается в том Что нам перед тем Как что-либо вычислять Надо сначала проверить А нет ли у нас В базе данных Записи для данных параметров То есть для вычисления Синуса От до заданным шагом И мы используем Такой метод То есть поскольку У нас есть модель CalcResult Воспользуемся FindBy From To Step И получаем Эти аргументы Из формы Если мы нашли Эту запись То у нас Значит Что есть результат Результат Мы можем В данном случае Просто Десериализовать Потому что Используем Такую схему Сериализации Через JSON Значит Если мы Сериализуем Через JSON Мы можем Десериализовать А если мы Не нашли То есть Вот на Альтернативной Ветвии Else То в этом случае Мы должны Посчитать И сериализовать Этот результат Создав Запись В базе данных И Тем же Самым образом Мы получаем Результат Результат Что здесь Что здесь Он у нас получен Второе действие Третье действие Здесь есть даже Results Это Отладочная Распечатка Всех записей Вот такую форму Можно использовать Только для отладки В продакшн приложении Его быть не должно То есть Получить Все записи И сериализовать Их тут же В XML Проблема в том Что можно Таким образом Убить Производительность Значит Если мы говорим Об этом приложении Индекс HTML Может выглядеть Примерно Следующим образом Генератор Form Но Помимо того Что здесь Используется Генератор Form Здесь используется Такая интересная Конструкция Метод Который Называется T Что такое T Это Translation То есть Это встроенный Механизм Который Позволяет В Rails Заменить Фразы В данном случае Это символ From To Step Прочее То есть Вместо Вот этих фраз Сделать Подстановку Тех Фраз Которые Специфичны Для языка Локали То есть Идея В Rails Когда мы Говорим Об интернационализации Кодом Занимается Программист А переводами Занимается Носитель Языка Или переводчик И именно Поэтому Делается Такое Разделение Есть метка Которая Должна Быть Заменена На Некую Фразу На Естественном Языке Отображение Результата Простейшая Таблица Где Просто-напросто Две Колонки С результатами И Возможность Вернуться Назад Файл Локали Выглядит Примерно Следующим Образом То есть Если это Локали На русском Языке То Как правило Это RU RU Почеркиваю Не RU Обычно Кодируется В имени Файла Язык И страна Он пишется На UTF-8 И пишется Он в формате YAML YAML Чувствителен Количество Отступов То есть Напоминаю Что это Формат Который Позволяет Однозначно Транслировать В JSON Из JSON В YAML И то Что находится Здесь С отступом Это Вложенный Объект То есть Как JSON Мы должны Были Его читать Как Атрибут RU У которого Есть Вложенный Объект Со всем Что здесь Написано И просто Подключаем Reds То что Здесь Написано Это Простейший Способ Подключения Мы можем Просто Default Локали Указать И она Будет Подключаться То есть Вместо Слов Которые Указаны В форме Здесь Перевода Значит Ну и Небольшая Демонстрация Контроллер Ну допустим Воспользуемся Не этим приложением А приложением Которое Считает Числа Fibonacci Значит Здесь Идея Сохранилась То есть У нас есть Вычислительные части У нас есть части Которые Выполняются В том случае Если что-то Делается Значит Мы проверяем Если у нас Запись найдена То Декодировать И десериализовать Результат Если не найдено То Посчитать Сериализовать И записать В базу данных Запускаем Приложение Проверяем Результат 3000 Смотрим Действия Которые Происходят Значит Поскольку У нас Сейчас Уже Есть Проверка В базе Данных На то Что мы Вводим Например Вводим Одно число И в консоли Мы видим Что у нас Было обращение На вычисление Этих чисел Фибоначчи С количеством Один Сгенерированный SQL запрос Вот он То есть Rails Всегда В отладочную Консоль Пишет Что Собственно Было Сделано Мы сделали Запрос Ну и Судя по всему Мы нашли То есть Мы здесь Видим Select И не Видим Ничего Более Допустим Мы сделаем Теперь Запрос 101 Мы получили Результат И теперь Мы видим Что мы Сначала Сделали Извлечение Из базы Данных Искользить Запрос Select Все Что есть В этой Самой Таблице Фибоначчи Поле Number 101 И ограничить Количество Записей Едницей Мы ничего Там не нашли Судя по всему И поэтому Второй запрос Выглядит Следующим Образом На что Здесь Следует Обратить Внимание На вторую Часть То есть Подстановка Значения Подстановка Значения Это Сериализованный JSON Файл То есть Val Value И в качестве Значения Вставлен JSON Что мы Еще Можем Посмотреть Допустим Выведем Сейчас В отладочном Режиме Перечень Всех Маршрутов Которые У нас Есть Маршрут Index Значит Это тот Самый Отладочный Маршрут Значит Он требует Чтобы был Сегмент Формата Например XML Мы получили В формате XML То есть Распечатка Всех записей Которые Есть В формате XML Ну или Например JSON Получили В формате JSON Такие Конструкции Можно использовать Исключительно В целях Отладки То есть Естественно Для продакшн Приложения Это Слишком Слишком Дорого То есть Вот Как они Выглядят И почему Собственно При попытке Обращения К чему-то Несуществующему Мы получали Запись Укажи Нам XML И JSON Формат Что читать Ну опять же Ссылка Обе Фернандо С Rails 5 Документация Документация По Rails Есть достаточно Подробная И Очень аккуратно Расписанная Инструкция Как это Использовать И в том числе Есть материалы На русском языке На этом Лекция Заканчивается Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok